Иногда мы, когда слушаем, мы размышляем о вещах, которые мы чувствуем, что они не очень хороши в нашем характере. И иногда мы просто боимся слушать, потому что нам кажется, что Бог нам скажет что-то плохое. Но, как я сказал, что я часто уверен в том, что Бог говорит все равно слова любви. Иногда нам кажется, что мы, или часто нам кажется, что мы должны заслужить Божью любовь. Нам нужно что-то сделать или быть какими-то, чтобы заслужить Его любовь. Несмотря на то, что в глубине души мы знаем, что Божья любовь не зависит от наших дел. Потому что само Писание говорит, что даже еще когда мы были грешниками, Он возлюбил нас. Когда я изо всех сил пытаюсь угодить Богу своими делами, я все равно не дотягиваю и падаю даже в своих глазах. И тогда я начинаю себя чувствовать нелюбимым. Но когда я слышу Его слова благодати и любви, иногда это сложно. Но Он все равно хочет слышать эти слова. Мы часто боимся даже Его шепота любви. Его удивительная любовь проливает свет во тьме и зовет нас мягко и аккуратно из этого убежища, в котором мы прячемся от Него. Это как когда Бог пришел в сад после того, как Адам и Ева согрешили. И они спрятались. Они знали, что Бог любит их. У них были отношения с Ним. Но в то же время, в тот момент, Богу нужно было позвать их из их укрытия. Иногда в такие моменты молитвы слушания, Бог будет делать то же самое с нами. Он будет вызывать нас из этого укрытия, чтобы мы могли быть с Ним. Многие из нас не ждут достаточно долго в Его присутствии, чтобы Он проявился. Мы быстро переходим к голосу наших переживаний. Мы быстро начинаем переходить к, как я уже сказал, к нашим переживаниям, к тому, чтобы просить Его направления и говорить о своих нуждах. Тем не менее, это обижает сердце Отца, когда мы приходим к Нему, только когда нам что-то нужно. Вместо того, чтобы просто приходить, потому что мы наслаждаемся присутствием и сердцем Отца. Иногда я рассказываю эту небольшую историю. Был один человек, который пришел к доктору. Он пришел в приемную доктора и сказал ему, «Доктор, у меня очень много проблем. У меня боль здесь, здесь, здесь». И он перечислил много всего. И потом он сказал, «Доктор, все, у меня нет времени, меня ждут». И доктор сказал, «Да, но ждите, ждите! Я хочу тебе что-то дать. Разве не выглядим мы так иногда в общении с Богом? Мы говорим Богу о всем, что нас беспокоит, о наших проблемах. Говорим «Аминь». И идем, делаем то, что хотим». А Бог там стоит и говорит, «А я же хотел тебе помочь вроде, а ты не подождал». Ещё одним препятствием, из-за чего мы не практикуем молитву слышания, может быть то, что мы боимся услышать тишину. Общество требует от нас, чтобы мы что-то производили. Мы хотим показать результаты, что «Вот, посмотрите, чего я добился, что я сделал». Даже во время нашего общения с Богом, иногда мы просто боимся потерять время зря. Мы не способны в такие моменты насладиться Его присутствием, просто присутствием. Я уже сказал определенные вещи, забегал вперед раньше. Как я уже говорил, вот, когда двое влюбленных, они пребывают в присутствии друг друга, не всегда им нужно, чтобы был разговор. И также и Господь, Он часто призывает нас просто прийти к Его стопам и прибыть в Его присутствии. Я пытался вам дать небольшую картину того, что я подразумеваю под молитвой слушания. Что это значит и каково содержание этой молитвы. Но, как я сказал, это не просто знание. Как мы практикуем эту молитву? Следующее, что я вам хочу дать, это предложения. Нет формул, правил. Итак, просите Бога показать вам, показать вам, как вы можете практиковать эту молитву слышания или слушания. И первое мы можем размышлять над Его Словом. Псалом 119, 77 стих. I will meditate on your word, on your precepts, on what you have said to me. Just a second. Come again, please. Псалом 119, 78. I will meditate on your precepts, on your... Сейчас, секунду. I think 119 should be the same. No, it is 118. In our... Yeah, the longest psalm. But verse 78? 78. Я размышляю о повелениях твоих. Последняя часть стиха. После того, как вы читаете Писание, интересно даже иногда выбрать какой-то стих, фразу или даже просто слово и поразмышлять над этим. Иногда даже повторить медленно. Попросите Бога показать вам, что Он хочет вам донести через этот стих или это слово. Мы читаем о том, что все Писание Бога духовновенно. что Оно призвано помочь нам и помочь нам возрасти. То есть, все, что Бог вложил в это Слово, это то, что поможет нам. И нам нужно просто иногда просить Бога, «Боже, помоги мне увидеть то, что я должен увидеть». Например, можно взять стих, где говорится, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». и можно поразмышлять над этим. Что здесь имеется в виду? Что означает слово «пастырь»? Что Господь делает, как главный пастырь? «Что это означает для меня?» Иногда знакомые стихи теряют свое значение, потому что мы их знаем так хорошо. Мы слышали их сотни раз, читали их и повторяли их неоднократно. Тем не менее, нам нужно не переставать задавать вопрос, что это значит, что Бог хочет вложить в это. Размышление над Словом и просьба Богу открыть нам может привести к тому, что мы увидим, что мы упускаем. Например, опять же, говоря об этом стихе, мы можем поразмышлять над тем, какова роль пастыря и как он относится к овцам. Способны ли овцы помочь сами себе? Есть ли у меня то, что мне нужно? То, что я хочу? Просил ли я Бога обеспечить меня в этой сфере? Что Он мне говорит о моих нуждах? Это вопросы, которые вы можете задавать себе. Вы должны думать о себе также. Выделяйте время и размышляйте над каждым Словом, чтобы открыть богатство духовной пищи и наполнение в каждом дне. Второе, что вы можете сделать, молитесь псалмами и поите Богу. Псалм 68, вверх 32. Пойте праздничество к Богу. 67-й псалом, 33-й стих. Пойте Богу, воспевайте Господа. После того, как прочитаете, например, псалом, вы можете воспеть какие-то части этого псалма. Или, например, этот псалом уже был положен на музыку. Пусть Бог вдохновляет вас. Может, вы напишете вообще новую песню на хвалу Господу. Когда я начинаю петь псалмы, это освежает меня и освежает то, что я читаю. Пытайтесь читать этот псалм так, как будто он записан у вас на сердце. Третье. Я говорил уже это прежде. Ведите дневник молитвенный. Пишите свои вопросы Богу и потом записывайте ответы, которые вы даете. Это помогает нам оставаться концентрированными на нем. Иногда, это немного разное, но это просто часто, когда я на встрече, я часто записываю то, о чем говорит спикер. На собрании, потому что это помогает мне вспомнить. Тогда я участвую в проповеди. это останавливает меня от сна. Особенно, если я на конференции после ланча. Что он там сказал? Попробуйте общаться с Богом, вести диалог с Ним. Записывайте то, что хотите Богу сказать. Пытайтесь как бы утверждать что-то, а не просто задавать вопросы. Говорите о том, что происходит в вашей жизни. Слушайте. Выделяйте время для того, чтобы слушать. просите Духа Святого направлять вас. Записывайте то, что вам кажется, является Его ответом. Продолжайте этот диалог, пока вы не почувствуете, что Господь прекратил разговор с вами. Иногда, когда я делал это, а потом возвращался и читал это, я думал, это удивительно. Вы слышите, как Бог говорит вам, так, как Он раньше этого не делал. Например, если у вас есть форма болезни, вы можете написать в вашем журнале, «Боже, я знаю, что Ты можешь исцелить меня». Потом вы можете услышать ответ. «Да, я могу исцелить Тебя», говорит Господь. «Но я хочу прежде исцелить Твой Дух». «Позволь мне исцелить Твой Дух» и дай мне время исцелить Твое тело. «Ничего, что Бог бы не смог исцелить внезапно». Я видел это не один раз. Но иногда, когда я молюсь за людей, фактически, часто, когда я молюсь за людей, Бог говорит мне что-то совершенно иное. Бог показывает то, что происходит в жизни этого человека, что должно быть восстановлено, прежде чем Бог произведет свое исцеление, физическое исцеление тела. Готовы ли вы ждать Его времени, Его исполнения? Или вы так сильно уже внедрились в это общество, что говорите, Бог должен меня исцелить моментально? Но это не всегда так происходит. Мы можем пробовать практиковать это мышление. Иногда нам наоборот покажется, что неуместно писать то, что Бог говорит. Но мы также можем вспомнить тогда, что Бог часто отвечал, и это записано в Писании. Благодаря таким упражнениям Бог также выводит ложь врага на свет. Может быть, мы слушали с тех вещей, которые мы не должны были слушаться. И поэтому Бог нас поведет в том, чтобы слушать Его Слово, а не Слово врага. Поэтому держите Слово Божие рядом с собой, потому что Он будет часто говорить через Него. Читайте его. Четвертое. Прогуливайтесь на природе и слушайте, как Бог говорит через Его творение. Вы слышали, как я делился в начале недели, что Бог часто общается со мной через Своё творение. в Псалом 19, в Псалом 18, в Псалом 18, в Псалом 18, открывает Знание. Я думаю, что люди, иногда, которые живут в городах, они лишены определенных вещей, потому что они не видят чистую природу, которую Бог сотворил. И, как я смотрю на это, как я выхожу на сомненную ночь, это очевидно, и вы можете, что нет улицей или других светов. Например, у себя я выхожу летом, ночью на улицу, нет никакого освещения искусственного, но можно увидеть звезды, тысячи, миллионы звезд. Однажды приехал к нам один человек в гости, он живет в городе, и однажды ночью мы вышли на улицу, потому что в Финляндии вечер летом начинается где-то с 12 часов ночи. Потому что белые ночи наступают. Мы вышли на улицу, этот человек, он обратил свой взор на небо и сказал, ого, не знал, что так много звезд существует. Мы должны видеть Бога также в том, что Он сотворил. это учит меня о Его величии. Вы можете сидеть на пляже, например, наблюдать за океаном или морем, как Он прибывает и отступает, как Он меняется, как накатываются большие волны. но они возвращаются постоянно. Это говорит о постоянстве Божьем. Это напоминает мне о том, что Его любовь, она постоянна. в книге Плача Иеремии, 3 глава, 22 и 23 стих, что милости Господней не истощились, что милосердие Его не иссякло. Обновляются они каждое утро. Велика преданность Твоя. Когда мы сидим, например, на пляже и проводим рукой по песку, мы можем вспомнить слова Давида. Псалом 139, 17 и 18 стих, или 18 и 19 стих. Как трудны для меня помыслы Твои, Божий, как велико число их. Стану ли считать их многочисленнее песка они? Если вы смотрите на море, которое, кажется, нет конца, это может вам напомнить 10 и 11 стих этого же Псалома. Если я спусту на пляжах вечера, если я спусту на глубоком снах в море, даже там Твоя рука ведет меня, Твоя рука ведет меня быстрее. Возьму ли крылья утренней зари, поселюсь ли на крае моря, и там рука Твоя поведет меня и держать меня будет десница Твоя. Когда мы сидим и слушаем, Бог говорит. Номер пять. Будьте неподвижны перед Ним. Плачь Иеремии, третья глава. Благ Господь, 25, 26, 28 стих, Плачь Иеремии, третья глава. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто молча ждет спасения Господня. Пусть одиноко и молча сидит Он, ибо Он возложил на Него это бремя. В этой тишине, в этом замирании мы можем лучше расслышать Его. И мы почитаем Бога тем, что мы добровольно находимся в Его присутствии. Вначале это может казаться сложным. Иногда нам может быть сложно, если мы отбросим все наши молитвы, направленные на наши нужды. Но я верю, что это радует сердце Господа, когда мы приходим не для того, чтобы что-то получить или попросить, но для того, чтобы просто найти эту радость в пребывании с Ним. Псалм 37, псалом 5 стих. Верь к Господу путь твой и полагайся на Него, и Он сделает. Не проси ничего. Позволь Ему дать то, что Он считает лучшим для тебя. Позволь Ему выразить свою любовь и свою радость для тебя. Если полная бездвижимость сложна, то попробуйте следующее упражнение. Подумайте об имени Ишуа. Поразмышляйте над Его именем, когда вы будете произносить Его для себя. Подумайте о том, что оно обозначает. Примеры. Хлеб жизни. Пастырь добрый. Господь, Господин. Свет миру. Лоза. Двери овцам. Воскресение и жизнь. Альфа и Омега. Альф и Тав. Я использую алфавит иврита. Алфавит иврита. Потому что чаще всего говорят Альфа и Омега, а я говорю еще как бы из иврита Альф и Тав. Вы можете размышлять над именами Господа. Искупитель. Скала. Крепкая башня. Яхва Ира. Господь обеспечения мое. Яхва Ирафа. Господь исцелитель мой. Отец. Все это помогает нам войти в Его присутствие. Идея в том, что мы приходим и пребываем с Ним. То же самое может помочь с раздражением. Подумайте о характеристиках Яшуа. Например, Он моя надежда. Он моя радость. Он мой мир. Моя праведность. Есть сила в имени Яшуа. Пытайтесь выделять все больше времени. Once a week for contemplation. Once a week. Thinking about the things. Выделяйте хотя бы раз в неделю. Think about what happened during the week. В конце недели размышляйте над тем, что произошло. Над теми разговорами, которые вы имели. О неожиданных новостях, которые пришли в вашу жизнь. О проповеди, которые вы слышали. То, о чем вы читали. Я люблю рассматривать это как свидание с Богом. В нашем мире, который мчится постоянно куда-то, мы не можем выделять время. Даже с семьей нашей. Нам с женой также необходимо выделять время. Если мы просто позволяем разным вещам происходить в нашей жизни, тогда мы просто поглощены ими. И тогда нам не хватает времени друг для друга. Нам нужно принимать решения. Нам нужна дисциплина, чтобы быть с Ним. Развитие дисциплины подразумевает настойчивость. Наша плоть, она не любит контроль. Когда мы сидим в тишине, нам может быть некомфортно. Может быть, спина начнет болеть, желудок начнет что-то нам рассказывать. Но если мы будем верны Ему и послушны Ему, если мы будем почитать Его и желать слов Его, мы услышим Его. Не будьте разочарованы, если вначале вы ничего не слышите. Бог часто хочет, чтобы мы просто находились в Его присутствии у Его ног и просто были довольны тем, что мы находимся перед Ним. Молитесь о том, чтобы Бог помог вам в этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok